К сожалению, из-за особенности распределения энергии в ней, очень часто получается ложное использование этой энергии. То есть у женщины энергия идет снизу вверх, и вот здесь она концентрируется. То есть если у мужчин эрекция члена, то у женщин эрекция мозга. Точно. Поняли? Да. То есть если у мужчины сексуально, так скажем, здорового, полного силы, есть непроизвольная эрекция, вот у него стоит, непонятно почему. Какой-то мужчина утром просыпается от ела, подпокаивает, говорит, ну что стоим, кого ждем. То у женщины точно так же, но ее мозг он беспокоен. Чаще всего у женщины эрекция мозга на проблему. У нее очень сильное воображение, это тоже часть того, что здесь именно, да, вот. Мужчины с мозгом проще. У нее энергия там, мозг примитивнее, проще, связи меньше, и функционирование у нее не такое напряженное, да. А женщина может даже во время секса смотреть, что подолок не подержит. Да, вот. Мозг включен постоянно. Переключить мозги, это очень сложно, да. И те счастливецы, которым это удалось, они могут хорошо секс переживать, да, слава богу. Это очень важное качество и умение. А те, у кого нет, они и так в мозгах и живут, да. Иногда живут с Брэдом Питтом, да, там воображение. Занимаются сексом с мужем, а она... Отдаются Брэдом Питтом, да. То есть, у них вот эта вторая реальность, о которой я сегодня говорю, да, это вот гораздо более даже важное, чем первое. И многие из них и живут в этой второй реальность. Например, они построили себе образ идеального мужчины. Попался им какой-то мужчина, который, ну, там, ну, из десяти пунктов он на шесть совпадает. Она говорит, это мужчина моей мечты, да. И она любит его, она влюбляется в него. Но на самом деле она влюбилась давным-давно в этот образ, который построила. И с ним она и взаимодействует. А мужчина, он как бы просто повод для того, чтобы переживать вот эту любовь, да. Он как бы материализует эту мечту. Вот он материализовался, но она думает, ну, там четыре пункта осталось. Я ему как-то подтишу вот так, это-то самое. Потом его улучшает, там, плечёску ему меняет, там, ещё что-то. Ну, правильно? И какой-то мужчина скажет, ну, ладно, пусть так будет, да, там, из своих чувств. А кому-то это очень не понравится, да, это там, блин, он меня обманул, был хорошим. А вот сейчас полная сволочь, как я вот обманулась, да, как какие-нибудь... Ну, на самом деле, она вот с этим образом взаимодействует. Ну, а, к сожалению, чаще всего мы сконцентрированы на негативе, на какой-то проблеме. И чаще всего мы, я имею в виду женщины, мужчины в том числе, да. Но женщины-то сильнее происходят. Мы трахаемся от проблемы. Мы имеем секс с проблемой. Да, вот образ проблемы у нас в голове есть, да. Мы тоже сейчас говорили о каталоге. Да, есть образ проблемы. Да, вот есть образ проблемы. Это минус, это плюс. Это ям в голове, да, голова напряжённая, пухнет. Проблема минус. Привлекает внимание. Я туда смотрю, да. Как вот... Смотрю, смотрю, я туда передаю энергию, да. Проблема вырастает до офигенных размеров. Тут плюс, ям, да, тут минус. Как пец, у этой энергии у женщины наступает ощущение, одно, что полная... Это самое, полная мить. И она тогда ищет поддержку мужчины. Обычно. Ну, ей плохо, вот муж. Она идёт к мужу. И она ж ему живописует. Она ж, как бы, пережила оргазм с этой проблемой, да. Какая она большая, эта проблема. Потому что она наполнила, насытила ей своей энергией. А мужчина слушает и думает, блин, что она сделала из духи слона? Это не проблема совсем. Это полная фигня. И он говорит ей об этом. Это полная фигня. А женщина на это обижается. Она говорит, блин, ты меня не понимаешь. Ты меня не слышишь. Ты меня не чувствуешь. Ты, как бы, вообще, как... Ну, понимаешь, на самом деле для неё это виртуальная, это реальность. Она же ей уже переживается. Она же её испугалась. Она же с ней повзаимодействовала. Для неё это реально. А для неё со стороны другой, ну, чем она грузится? И тогда испортятся отношения, да. И тогда не хочется с ними иметь секс. И нету вообще шансов переключить мозги на где-то родные органы. Да. То есть облегчить вот это состояние. Потому что мы можем быть полярны не только с проблемой, да. Мы можем быть полярны. Вверх-вниз. Это более естественная полярность. Когда у нас то здесь активно, то здесь активно. Оно же так и бывает. Включены мозги, выключен низ, да. Включен низ, выключились мозги. Смотрите, выключаются. Правильно. У мужчин это отчётливо видно, да, в том мониторе. Ты когда встаёшь, у меня вообще крышу сносят. Что когда органы там тосты произносят. И член всё рвался, рвался сказать поздравительное слово мозгу. Он говорит, сиди. Ты когда встаёшь, у меня вообще крышу сносят. Но у женщин тоже, когда у него наконец переключилась, да, то тоже крыша отключается. Но женщине-то гораздо полезнее. Полезнее. Да, полезнее. Потому что вот этот поток энергии отсюда сюда, он превращает женщину, ну и мужчину тоже, да, в магнит. Здесь полюс, здесь полюс, ян, ян. И этот магнит привлекает богатство, да. А вот этот магнит, который я описал, бедность. Потому что мы медитируем на проблемы. Мы тут магнит настроили. Что мы можем притянуть на это? Только бедность, правильно? Беду. Потому что, ну, недаром говорят, это же, в принципе, и... Пришла беда, испугался одной проблемы, намедитировал себе, магнит включил и потянул всё дальше. И оно всё хуже и хуже. А я всё пугаюсь и пугаюсь, да. Ну, по кем не обнулись совсем, да, пока полный капец не наступит. Там может мозги устанут и перестанут пугаться, да. И магнит выключится, и, может, пойдёт всё пугаться. Решил повеситься, залез на табуретку, посмотрел на шкаф, а там недопитый коньяк стоит. А, жизнь-то улучшается, да? Послед какой-то у нас такой. Ну, вот об таком магните я хотел поговорить. Пол отдала Мира, да. Я думаю, что... Надеюсь, вам будет интересно. Спасибо.